Сегодня мы расскажем вам о Екатерине Сафиной, женщине, которая пала жертвой социальных служб и судебной системы. В своем инстаграм-аккаунте Екатерина рассказывает, как ее лишили родительских прав и забрали детей. А теперь она ведет борьбу за их возвращение. Мелисса Сафина, старшая дочь Кати. Ей 13 лет и сейчас она находится в Елабужском детском доме. Софии 5 лет, младшая дочка проживает в приемной семье. Службы опеки лишили Сафину родительских прав в 2018. В том же году Софию забрали. Старшую Мелису удавалось прятать, но год спустя и она уехала в приют. В 2018 году социальные службы совершили страшную ошибку. В момент развода с мужем, когда семья находилась в сложной ситуации, суд заочно постановил лишить Екатерину прав на воспитание детей и передать их органам опеки. Именно так Катя описывает события последних лет на своей странице в инстаграме. Там же в одном из постов упоминается, что за девочек боролась и мама Сафиной, бабушка девочек, которая пыталась оформить над ними опекунство, но сделать этого не получилось. История пропитана горем отдельно взятой семьи. Но все ли так, как рассказывает Екатерина? Правда ли система дала сбой и разбила семью? Мы познакомились с историей одной стороны, давайте узнаем и другую. Нам удалось изучить документы соцслужбы и органов опеки. И там Сафина предстает не такой хорошей родительницей, как она о себе заявляет. По данным выписок наркодиспансера, Сафина с 2013 года состоит на учете в медучреждении, а в 2017 году находилась на профилактическом учете в отделе полиции. И если 2017 год совпадает с началом проблем в семье и мужем в частности, то 2013 год был намного раньше тех процессов, о которых пишет Екатерина. В органах опеки не раз заявляли и подтверждают это бумагами, что с их стороны было сделано все, чтобы помочь семье, попавшей в трудную ситуацию. Соцработники несколько раз безуспешно старались помочь Сафиной устроиться на работу и решить проблемы с образованием детей. Выделялись путевки в санатории, предоставлялось бесплатное питание, но от всего этого Екатерина отказывалась. Борьба за двух дочерей кажется странной, когда узнаешь, что у Екатерины была и третья дочь, но после рождения она сама отказалась от ребенка и оставила ее в роддоме. О ней почему-то умалчивается, как известно, Екатерина даже не интересовалась ее судьбой. Младшая София сейчас проживает в хорошей любящей семье, а вот Мелиссе найти семью пока не получилось. Но и связи с родной матерью она не теряет. Записывает для нее разные видеосообщения, некоторые из которых вызвали вопросы у следственных органов. Как оказалось, Сафина распространяла ролики, снятые старшей дочерью в Елабужском детдоме, где на кадрах якобы издевательство персонала над детьми. За подобные клеветнические действия на нее завели уголовное дело. Теперь мы знаем истории обеих сторон конфликта. И пока нет поводов не доверять органам опеки. Вряд ли кому-то так нужно было разлучать маму и детей. В то же время в России растет число случаев женского алкоголизма. Люди зачастую просто не видят проблемы и рушат не только свои судьбы, но и судьбы людей вокруг. Порой, чтобы остановиться и вернуться к трезвой жизни, необходимы только кардинальные перемены, какими, например, и могут стать лишения родительских прав. Субтитры создавал DimaTorzok